Поучаствовать в Олимпийских играх, нарисовать картину, выучить новую роль и принять вводные процедуры. Отдыхать в оздоровительном лагере «Волжанка» – одно удовольствие. Делятся впечатлениями дети. Мне очень нравится, что здесь есть кружки по футболу, гандболу. Это отчасти спортивный лагерь. Здесь мы ходим в походы, устраиваем всякие эстафеты. Это очень классно. «Волжанка» в сердце. Те, кто в «Волжанку» приезжает не в первый раз, обращают внимание, как с каждым годом меняется их любимый лагерь. Отдых хороший, веселый. У нас почти нет свободного времени. Еще ремонт сделали хороший. Сделали актовый зал, перевесили домики. Столовая теперь классная. Тумбочки новые завезли. Отдых тут максимально приятный. Тут все здорово. Обновление материально-технической базы, капитальный ремонт корпуса и благоустройство территории стали возможными благодаря нацпроекту «Демография», реализуемому по решению президента. В этом году в «Волжанке» появился новый актовый зал, оснащенный интерактивным оборудованием. С прошлого года для отдыхающих открылась обновленная водолечебница. «Это общепрепляющие ванны для иммунитета, чтобы меньше болели хвойные ванночки. Также они тонизируют и отбромные наоборот успокаивают». С каждым годом лагерь преображается. Все для приятного и полноценного отдыха и оздоровления детей, рассказывает Юлия Федорова, директор «Волжанки». Каждый год требования к детскому отдыху становятся все более строже и строже, повышается качество, повышается эффективность. Дети, конечно, это тоже видят. У нас разрабатывается программа досуговой деятельности. В этом году она посвящена году семьи, который включает различные направления и оздоровительной деятельности, и спортивной, и досуговой, познавательной, патриотической и так далее. Более половины отдыхающих волжанке – это дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, и ребята с ограниченными возможностями здоровья. В августе на оздоровительную смену сюда приедут 74 ребенка из города Снежное Донецкой Народной Республики. Галина Топилина, Сергей Баскин, События.